Телекомпания Seasons представляет Африка – земля диких животных. Она стала родиной для удивительных пород собак, которые на протяжении веков адаптировались к тяжелым условиям жизни. В северных пустынях у подножья Атласских гор обитает мощная и надежная борзая слюги, издавна сопровождавшая караваны кочевников. В песчаном Сахеле, к югу от Сахары, свирепая и быстрая собака Азавак покорила сердца туарегов. На юге Зимбабве и Южной Африканской республики своя порода. Это крупный, очень мощный и мускулистый традезийский ричбек. И, наконец, в Центральной Африке живет довольно любопытная маленькая собачка – Басенджи. В отличие от своих крупных собратьев, чьи мощные вытянутые тела отлично приспособлены к пустыне и саванне, габариты Басенджи полностью соответствуют условиям ее обитания – лесам и рекам Центральной Африки. В Париже, в нескольких тысячах километров от их исторической родины, мы любуемся Басенджи у Жана Луи Гринейда. Жан Луи – довольно известный художник. Он судья кинолог международного класса и один из лучших европейских специалистов по Басенджи. Басенджи относительно небольшая собака. Это охотничья собака из разряда примитивных. Она обитает в регионе пигмеев. Для них эта собака является довольно большой. Это совершенно квадратная собака. Но вам должно казаться, будто она короче в области спины и выше в области лап. Передние лапы расположены параллельно друг к другу. Они прямые, подушечки очень крепкие. Средние пальцы немного вытянуты. Грудь глубокая, четко выраженная. Здесь достаточно места для сердца. Бока ровные, ребра выпуклые. Предплечье очень длинные, мускулы хорошо развиты и спереди, и сзади. Еще одно отличие этой породы, кроме короткой спины – это положение хвоста. Очень важно, чтобы он был туго закручен в кольцо. Первое, что вы замечаете у Басенджи – это хвост. Маленький, в виде кольца. Морда ни в коем случае не должна быть длиннее черепа. Прямая линия должна начинаться от центра носа и уходить к задней части черепа. Эта часть должна быть всегда немного короче, чем череп. Три четвертых или четыре пятых – это зависит от собаки. Морщины на лбу всегда хорошо заметны. Они придают Басендже типичное выражение. Челюсти сильные, с правильным прикусом. Для собаки такого небольшого размера – это хорошие зубы. Если она вцепится в добычу, то и уже будет не вырваться. Глаза слегка миндалевидные. Взгляд глубокий, как будто собака смотрит куда-то вдаль. Как многие примитивные или ориентальные породы, эта собака смотрит не на человека. Она как будто на страже, все время следит за воображаемой дичью. Ее внимание не ослабевает ни на минуту. Что касается ушей, то у собаки два маленьких, близко посаженных заостренных уха. Размер среднего Басенджи примерно 40-43 см, при весе 9-13 кг. И по росту, и по весу суки меньше и легче. Что касается окраса Басенджи, то он может быть самым разным, например, рыжий с белым. Этот окрас является самым типичным, поскольку считается, что исконные Басенджи были именно палевого окраса. Обязательно небольшая белая отметина на хвосте, она присутствует во всех окрасах, и белая полоса на морде. Носочки на лапах – это одно из главных требований стандарта. И очень хорошо, когда у собаки есть то, что мы называем ирландским воротничком. Белые отметины на лапах и белый окрас вокруг шеи. Басенджи – это примитивные собаки. Существует много их разновидностей. Некоторые породы были признаны Международной Федерацией кинологов. Фараон или фараонова собака, прозванная так англичанами, сохранилась в чистом виде только на Мальте и острове Готсу. Большой Паденко, уроженец Египта, со временем перебрался на Балиарские острова. Есть также небольшие Паденко в Португалии. В Таиланде разводят тайских ричбеков. Это собака из того же семейства, представителей которого можно встретить под разными названиями. На Сицилии, например, есть порода Чернека. Она среднего размера. Изображение Басенджи присутствует на гробницах фараонов в пирамидах, где они изображены в типичном для того времени стиле. Затем Басенджи спустились из Верхнего Египта, прошли через Судан и оказались в генетической изоляции в лесах Итури, на территории современного Конго. Басенджи не лают, но они не немые. Когда пигмеи отправляются в лес, они вешают собакам на шею колокольчики, чтобы слышать, как они бегают о высокой траве и гонят дичь в расставленные селки. Не зря говорят, что Басенджи охотится на все, от жуков до слонов. Басенджи не лает, но было бы неправильно полагать, что эта собака немая. Дело в том, что Басенджи охотятся в высокой траве, им приходится очень высоко прыгать, а где-то рядом может быть пантера. Не самая удачная мысль – залаять, чтобы тебя схватили. Так что Басенджи не лает, потому что у него такая очень умная техника охоты. Не стоит забывать и о том, что Басенджи – отличная собака-компаньон. Любая собака может быть компаньоном. Им приходится жить с человеком, а значит, надо с ним дружить. Басенджи хорошо подходит, если вам не надо иметь собаку-поводыря. С ней хорошо жить рядом. Интересно наблюдать, как она растет и меняется. Я открыл для себя Басенджи примерно 10 лет назад. К одной моей знакомой приехал друг, который уже давно перебрался в Африку. Однажды она позвонила и сказала, он привез очаровательную маленькую собачку. Было бы хорошо, если бы ты зашел, потому что у нее родились щенки. Я выбрался примерно через неделю и обнаружил у них целый выводок очаровательных Басенджи. В этом выводке я выбрал самого хорошенького щенка – рыжеватую белую Кебу. Это были первые щенки, оказавшиеся за границей. До этого их мать жила в племени пигмеев. Вождь племени подарил собаку белому доктору в знак благодарности. Вот так она и попала во Францию. Охотники пигмеи носят своих собак, перебросив через шею и держа за лапы. Две передние лапы в правой руке, две задние в левой. Это очень удобный способ переноски собак. Их опускают на землю, когда видят дичь. Таким образом, собаки не отвлекаются ни на что другое. Их выпускают только на дичь. Басенджи очень любят ловить голубей. Это единственное удовольствие, которое им осталось в городе. Если разрешить собаке побегать за птицей, она ее легко поймает. В Соединенных Штатах Басенджи часто используют на фермах. Эта собака идеально подходит для поиска дичи. Басенджи очень умная собака, хотя нельзя сказать, что она подойдет всем. Потому что люди часто путают ум и покорность. Это непослушный пес. Если он слушается, за этим всегда стоит ум, а не характер. Это упрямая собака, которая делает только то, что считает нужным. Ее нельзя подчинить силой. Если Басенджи отпустить, он вернется. Но не потому что вы его позвали, а потому что не увидел ничего интересного. Эта собака может оказаться весьма неприятной, если в ней приставать. Басенджи наделен необычайно острым слухом и потрясающим зрением. Для Басенджи очень типично вглядываться вдаль и видеть там то, что недоступно человеческому глазу. Зрение для него очень важно, слух тоже. Это абсолютно городская собака. Если вы ее потеряете, беспокоиться не о чем. Если недалеко есть мусорные баки, то вы ее найдете там. Я часто повторяю, что Басенджи – это кусочек природы рядом с вами. Маленькое, дикое существо, которое привезли в город. Если вы любите путешествовать, молоды и независимы, привыкли делать то, что хочется, а не то, что нужно, если любите вырываться из оков городской жизни, то вы по достоинству оцените эту собаку. Эта независимая собака отлично подходит таким же независимым людям, тем, кто ценит радости жизни. Мадам Дави принимает нас на своей ферме, расположенной в лесах Нормандии. Это один из самых известных питомников Басенджи во Франции и в Европе. Вылезайте, вылезайте, идем кушать. Амэр, Амэр, давайте кушать. Давайте, давайте кушать. Басенджи ест почти все. Он не капризный, его легко кормить, можно давать и сухой корм, и консервы. Басенджи не обжора. Конечно, если перед ним все время будет полная миска, то он съест все. Но если давать положенную порцию, проблем не будет. Если собаку перекармливать, она, конечно, располняет. Например, я видела Басенджи, который весил больше 15 килограммов. Но это уже был не пес, а небольшой поросенок, абсолютно круглый. Собака должна оставаться худой. Басенджи – это нечто среднее между чистокромной лошадью и газелью. Да, малыш? Тигровый Басенджи – это последний окрас, который был признан в Соединенных Штатах. Во Франции их пока очень мало. Но я надеюсь, что со временем нам тоже удастся их развести. Они очень красивые, а пропорции туловища даже красивее, чем у собак с другим окрасом. Басенджи очень хорошо ладят с другими собаками. У меня вообще все ладят, независимо от породы. Басенджи очень хорошо приживаются на ферме с овцами. Все вместе играют, даже домашняя птица. Конечно, не стоит перегибать палку, но они отлично ладят друг с другом. Басенджи, что живет у моих кузанов, ложится спать со своей любимой коровой. Он бегает с курами на скотном дворе и никого там не трогает. Басенджи и овцы – идеальная история. Я выкармливала ягненка из бутылочки вместе со щенками, и они привязались друг к другу. Теперь я боюсь, что когда щенки захотят поиграть с овцами, щенкам придется не сладко. Ведь овцы бодаются, и щенки будут летать по всей ферме. Цесарка очень дикая. Чуть что, сразу впадает в панику. А Басенджи это забавляет. Он ее сначала вспугнет, а потом бегает вокруг. Охотничаем стенг. Я люблю Басенджи прежде всего за то, что это таинственное животное, немножко дикое. Складывается впечатление, будто это он вас изучает, присматривается к вам, принюхивается. Иногда даже кажется, что мы меняемся с собакой местами. Это не мы их изучаем, а они пытаются с нами ужиться, понять нас. Это самая умная собака, она абсолютно все понимает. Мы можем заставить Басенджи делать многое из того, что нам хочется, но должны уважать его личное пространство. Такова эта порода. Они с нами говорят, как дорычат. Не нужно думать, что собака сердится. Не нужно бояться, что она сейчас ни с того ни с сего бросится и укусит. Это их способ общения. Если хотите, они пытаются объяснить, кто тут первый, а кто второй. Это удивительная собака. Устраивать выставки собак необходимо. Нужно выбирать чемпионов, определять стандарты. Нужно, чтобы порода развивалась. Но те собаки, которых вы видите на выставке, это модели. Их с детства учат вести себя, ходить определенным образом. Они не имеют ничего общего с Басенджи, живущими на свободе. Ченки Басенджи сосут мать довольно долго. От двух до трех недель. Когда сука уходит из логова и через какое-то время возвращается, щенки сразу тянутся к соскам. Этим щенкам уже 17 дней, а они по-прежнему сосут молоко. Я не сталкивалась с Басенджи, которые были бы плохими матерями. Потомство это святое. Обычно Басенджи приносят потомство один раз в год, кроме некоторых сук. Все мои приносят потомство два раза в год. Думаю, что когда они оказались в Европе, цикл Басенджи пришел в соответствие с другими европейскими породами. А те приносят щенков два раза в год. И Басенджи стали брать с них пример. Я никогда не видела собаку, по крайней мере, среди своих, которая бы зарычала на ребенка или взрослого. Это совсем не агрессивная собака. Она очень уравновешенная и игривая. Она немного клоун. И дети ее обожают. Им всегда хорошо вместе. Басенджи очень любопытен. Он хочет все узнать, попробовать и понюхать. Он везде должен быть первым. Что еще привлекает в этой собаке? Ее небольшие размеры. Ее элегантность. От нее совсем не пахнет. И главное, она не лает. Это собака, которая хорошо приживается в квартире. Она отлично подойдет обычной семье с детьми. Идеальный учитель для Басенджи – это уравновешенный человек. Потому что человек неуравновешенный быстро превратит собаку в настоящее чудовище. Хозяин должен по-настоящему любить эту элегантную, хотя и немного взбалмошную собачку. Ласками и нежностью вы сможете добиться от собаки абсолютно всего. В наше время борзые во Франции участвуют в специальных соревнованиях по охоте на приманку, которая должна максимально имитировать охоту в природных условиях. Поскольку Басенджи по классификации европейских кинологов относятся к категории борзых, они могут участвовать в соревнованиях. Это позволяет наиболее полным образом раскрыть их охотничьи качества, умение преследовать дичь. Соревнования позволяют собаке проявить смелость и сноровку, неодолимое желание схватить дичь, свой инстинкт хищника. Именно в этих соревнованиях проявляется истинный характер Басенджи, этого прямого потомка древних примитивных собак. В Лотаргинии, как и везде во Франции, регулярно устраивают соревнования по охоте на приманку. Обычно там соревнуются разные породы крупных борзых. Мс. Энарди, страстный любитель собак, не колеблясь и вносят Басенджи в список участников соревнований. Забег получился довольно средний, потому что она немного ленилась, не хотела прыгать через препятствия. А потом убежала слишком далеко. Она потеряла приманку из вида и вернулась на то место, где она ее видела в последний раз. В результате ничего не поймала. Идем, нам надо отдохнуть. Выписывая на поле зигзаги, приманка повторяет запутанный бег дичи. Это пробуждает в собаке инстинкт охотника и преследователя. Обладающий невероятной храбростью, Басенджи не успокоится, пока не схватит добычу. Это очень поджарая собака, как вы сами видите. Если вы заведете такую собаку, то должны это помнить. Ее шкура должна быть ей как бы слегка великовата. Все, спускаем! Мсье Энарди готов выпустить Басенджи против его кузена, больших борзых. Похоже, борзые лучше адаптированы к такому виду соревнований. Но маленькая собачка иногда показывает удивительные результаты. Борзая мчится вперед и не спускает глаз добычи. Басенджи тем временем не боится срезать путь, чтобы подобраться ближе. И в конце концов добирается до добычи почти одновременно с победителем. Басенджи 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 Благодаря своей невероятной энергии и здоровой доле хитрости, Басанджи часто перехватывает добычу под самым носом у соперника. Субтитры создавал DimaTorzok Соревнования в Торгинии еще раз доказали, что Басанджи прекрасно подходит для охоты. Его непоколебимая отвага, желание угодить хозяину и ум позволяют Басанджи конкурировать с крупными борзыми. Именно поэтому истинные любители высоко ценят охотничьи качества этой небольшой, малоизвестной во Франции собаки. Соревнования в Торгинии Это примитивная собака. Она относится к категории древнейших пород, чья история теряется в глубине веков. Кое-кто говорит, что ее название переводится с языка лингала как «дикий». Еще одно доказательство того, что это древнейшая среди африканских собак порода. На протяжении веков эта собака жила где-то посередине между домашним и диким состоянием. Она была близка к человеку, оставаясь при этом абсолютно независимой. Басанджи сохранила свой особый характер. Это делает ее очень привлекательной для любителей собак. Басанджи, безусловно, заслужил свою блестящую репутацию. Программа подготовлена к эфиру по заказу студии «Ю-7». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова